Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов, она уже не сможет понять, чего же вы всё-таки хотите. Дайте ясно понять всему, что сейчас работает здесь, что вы на 100% «да» для жизни. Вы целиком погрузились в свою текущую ситуацию. Даже не в настоящее. Большинство людей погружены в свои ситуации из прошлого. Что-то, что произошло 10 лет назад, всё ещё жужжит на фоне. Скука определённо не является экзистенциальным аспектом. Скука — это психологический процесс. Всё зависит от того, что вы делаете здесь. Если в вашей голове происходят всякие глупости, вам будет скучно. Если вы будете сидеть здесь и думать о чём-то замечательном, вы будете воодушевлены. Так что скука — это психологический процесс. Это ваша собственная драма. Существуют разные способы отвлечься. Мы называем их работой, шоппингом, иными социальными обязательствами. Людям никуда не деться от вашей драмы. Я знаю, что вы не можете закончить свою драму. Но, знаете, все телеканалы довольно часто делают перерыв. Не перерыв на туалет, рекламную паузу. У них постоянно происходят перерывы. Каждые несколько минут. Просто устраивайте такие перерывы в своей драме. Просто останавливайте её каждые несколько минут. Каждые 10 минут — 2 минуты перерыва. Вы сделаете с собой нечто потрясающее. Ну как? Как? Просто перестаньте совершать действия. Если я попрошу вас сделать что-то, вы можете спросить меня «как». Если я прошу вас ничего не делать, а вы спрашиваете меня «как». Как ничего не делать? Что ж, ничего не является чем-то. Этому нельзя обучить. Ничего означает просто ничего. Как этому научить? Свяжите себе руки и сидите. Так это не сработает. Ничего не делать означает лишь вот что. Вы просто не вовлекаетесь в то, что происходит вокруг вас. Вы изымаете своё вовлечение из того, что происходит вокруг вас. Вокруг включает вашу физиологическую и психологическую активность. И физиологическая, и психологическая драма — это то, что вы набрали извне. Так что это тоже происходит вокруг вас. Просто перестаньте принимать в этом участие. Ваше тело говорит то, что говорит. Вы просто сидите. Ум говорит то, что говорит. Просто не вовлекайтесь в это. Просто перестаньте бегать за какой-то особой мыслью, которая кажется вам стоящей. Не пытайтесь избежать того, что вы считаете плохим, и не думайте, что вы проведёте это время с пользой, позволяя своему уму делать свою работу. Нет. Вы не можете придумать новую возможность. Вы можете придумать то, как улучшить что-то, что уже есть. Но нельзя выдумать что-то абсолютно новое. Об этом не может быть и речи. Если вы не погрязли в своей собственной текущей ситуации, для вас станут видимы новые возможности. Вы увидите новые измерения жизни. Не потому что вы ищете их. Как вы можете искать то, что вы даже не можете себе представить? Если вы не запутаны в своей текущей ситуации, для вас станут видимы новые возможности. Они существуют всегда. Они существуют всегда. полную жизнь. Жизнь очень коротка. И вокруг вас такое невероятно сложное и многогранное мироздание. А вам скучно. Это невероятно. Если вы уделите внимание одному листу, всего одному листику с дерева, вы можете потратить годы, разглядывая его. Настолько лист сложный и утонченный. Есть муравьи, насекомые, птицы, животные. Целый феномен жизни. Простор неба. Если вы взаимодействуете с чем-то экзистенциальным, если вы взаимодействуете с измерениями, которые являются экзистенциально истинными, тогда скуке нет места, потому что этот феномен слишком невероятен. Из-за того, что вы занимаетесь всякими глупостями в своей голове, вы вовлечены только в это. И вам становится скучно. Не думайте, что вы заскучали из-за жизни или из-за людей вокруг. Вам скучно от своей собственной ерунды. Вам скучно от того, что происходит у вас внутри. Вы даже не знаете, что происходит вокруг вас. Вы не знаете. Многие скажут, да что же это такое? Мы тут так страдаем. Разве можно так говорить? Вы должны определиться. Если вам нужно утешение, вам нужно отправиться туда, где вам будут говорить приятные вещи. Это не имеет значения. За этим ничего не стоит. Это не имеет никакого отношения к реальности. Но они будут говорить вам приятные вещи. Чтобы сегодня вам хорошо спалось. Но завтра у вас появится новый вопрос и новая проблема. И они расскажут вам новую историю. Это как сказки на ночь. Если вы соберете все детские сказки на ночь, из этого можно будет создать религию. Вы хотите решения. Если вы хотите решения, первое и самое главное, что вам необходимо понять, в чем природа проблемы и где она. Если вы пойдете на прием к врачу, он будет трогать вас здесь, здесь, стыкнет туда, сюда. Что он пытается сделать? Он пытается найти, в чем проблема. Можно найти отвлечение, как средство от скуки, по телевизору или в интернете. Или можно вести себя словно научный работник, вычитывая каждую малейшую деталь и сводя себя с ума в ближайшие несколько дней. Но вы не научный работник. Либо вы можете читать философские книги, писания или говорить обо всем этом. Тело на самом деле иллюзорно, главное — это душа. В любом случае она отправится в поисках своего источника и найдет его. Скука означает, что в некоторой степени вы ищете смерти. В какой-то степени вы говорите, что жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Вот что такое скука. Нет, не так. Мне всего лишь стало скучно на 10 минут. Да, в эти 10 минут вы в поиске. Вам необходимо понять. Это тело, весь механизм построен таким образом. Ваше сознание, то, как вы думаете, чувствуете и как смотрите на жизнь — все это послание, которое идет ко всей структуре. насколько крепкой, цельной, чувствительной и какую возможность она будет представлять, зависит только от того, какое послание идет к этому каждое мгновение жизни. Потому что все это управляется определенным программным обеспечением. И если вы плохой разработчик программ, тогда за день вам бывает скучно по 5 раз. И каждый раз длится 10 минут. В эти 10 минут вы говорите, жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Сообщение отправлено. Повсюду. И жизнь, физическая жизнь, которой вы являетесь, приходит в замешательство. И одно из этих сообщений может пригласить вирус. Он же хочет умереть. Почему бы тебе не помочь? Или может еще что похуже. Очень многие люди постоянно создают такое. У них нет одного большого «да» жизни. Вы должны стать стопроцентным «да» жизни. Когда вы говорите «мне скучно», вы говорите «нет» жизни. Когда вы злитесь, вы говорите «нет» жизни. Когда вы чувствуете уныние, вы говорите «нет» жизни. Когда у вас депрессия, вы говорите «нет» жизни. Когда вы отчаиваетесь, вы говорите «нет» жизни. Вы продолжаете «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Тогда оно в замешательстве. Психология займет вас на всю оставшуюся жизнь, потому что это стало проблемой. Смысл в том, чтобы стать на 100% «да» таким образом, чтобы вы могли отложить это в сторону. Вы можете отложить это тело и ментальный механизм в сторону, использовать их как платформы, чтобы искать большие возможности жизни. Но сейчас «да», «нет», «да», «нет», «да», «нет». Это само по себе становится проблемой на всю жизнь. Активность тела и чепуха ума занимают людей на всю их жизнь. «да» жизни на все 100%, потому что так вам откроются возможности жизни. Иначе «да», «нет», «да», «нет». Жизнь не знает, хотите ли вы жить или нет. Потому что она прислушивается к каждому сообщению от вас. В конце концов, она уже не сможет понять, чего же вы все-таки хотите. Дайте ясно понять всему, что сейчас работает здесь, что вы на 100% «да» для жизни. «Ну, мне скучно». Они не жалуются, но, должно быть, страдают. Если вам скучно, я уверен, вы выражаете это во всем. Вам не нравится еда, вам не нравится то, это. Вы будете кричать, стонать и делать разные глупости. Должно быть, те, кто рядом с вами страдают, потому что вы не знаете, как справиться за своей глупой драмой. Пришло время решить проблему. Делайте рекламную паузу раз в 10 минут. Каждые 10 минут – перерыв на 2 минуты. Или, если это слишком часто для вас, делайте перерыв на 5-10 минут каждый час. Не вовлекайтесь ни во что. Ни во внешний мир, ни в тело, ни в ум. Мир может продолжать говорить, что хочет. Что бы вы ни думали. Воробьи и павлины говорят, что хотят. Пусть. Это не значит игнорировать. Уделяйте абсолютное внимание, но не вовлекайтесь. То же самое касается тела. Дыхание, сердцебиение – это не какие-то пустяки. Вообще-то это называют признаками жизни. С их помощью врач определяет, живы вы или нет. Ваше сердце бьется, происходит вдох и выдох. Как можно игнорировать это? Вы не должны игнорировать. Уделяйте внимание, но отстранившись. Будьте внимательны. Будьте очень внимательны, но не вовлечены. То же самое с мыслительным процессом и эмоциями. Оставайтесь очень внимательными, но не вовлекайтесь. Тело, ум, мир. Body, mind, world. Я называю это BMW. Выйдите из своей BMW и уделяйте ей невероятное внимание. 5-10 минут, каждый час. И вы увидите, начнет происходить что-то чудесное. Все ваше существо расцветет. А это самое главное. Каждая жизнь стремится к этому. Каждая частичка жизни на этой планете жаждет стать полноценной жизнью. Проблема человека в том, что мы знаем, каким должна быть полноценная кокосовая пальма, каким должно быть полноценное дерево манго, мы даже знаем, каким должен быть полноценный павлин. Но мы не знаем, что значит быть полноценным человеком. Пришло время исследовать это.